Всем привет! Продолжаем изучать Spring. И предлагаю сделать очередное теоретическое видео о том, как работает Spring. И не простой Spring, а Spring MVC. Именно MVC, то есть блокирующий. Не реактивный стек, а MVC. Но сделаем это с теми новыми знаниями, которыми у нас уже накопились к данному моменту. Итак, перед вами картинка, которую я показывал на самом-самом первом видео данного плейлиста, изучая Spring. Где я говорил, что наш Spring работает по паттерну ModelViewController. То есть модель. У нас есть какая-то модель, у нас есть View и есть контроллер, который все это дело координировал между собой. Итак, теперь давайте подключать новые знания. Во-первых, мы знаем, что мы используем Tomcat. Мы знаем, что Tomcat это у нас сервлеты. Это реализация спецификаций сервлетов, которые позволяют нам слушать HTTP запросы и отдавать ответ соответствующий, который требуется. Так. Теперь смотрите. Я вот уже запустил приложение, правда на Kotlin, но в данном случае это несущественно. Какой язык используется, это не важно. Так вот, я запустил, значит, здесь у нас отметочка. Запустился, во-первых, там CAD на таком-то-то порту. То есть приложение было запущено. Теперь идем и давайте сделаем какой-нибудь запрос на главную страницу. Итак, сделали запрос. Теперь идем и посмотрим влоги. Смотрим. Произошла инициализация диспетчер сервлета. Инициализация сервлета. Компликт за 55 миллисекунд. То есть у нас сформировался какой-то диспетчер сервлет. Диспетчер сервлет. Если я сейчас сделаю любые другие запросы, то здесь мы уже ничего видеть не будем. То есть у нас есть какой-то основной, значит, сервлет, 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 диспетчер сервлет, которым все это дело обслуживаются, запросы. Так, теперь я приложение остановлю, чтобы оно мне не мешалось. И даже закрою. Об этом мы поговорим чуть позже. Итак, вот этот диспетчер сервлет это не что иное, как наш фронт-контроллер. Не что иное, как наш фронт-контроллер. Куда непосредственно приходят наши от юзера запросы. И затем этот диспетчер сервлет. Он. Идем в спецификацию. Спецификацию. И читаем. Диспетчер сервлет делегирует специальный бинамм для обработки запросов и отображения подходящего ответа. По специальными бинами мы имеем в виду управляемые объекты, которые имплементируются по какому-то контракту. Это у нас, значит, у нас есть такие вот бины Handler Mapping, Handler Adapter, View Resolver, Time Resolver и другие. То есть, диспетчер сервлет это у нас некая точка входа, из которой мы вот этот запрос входящий, чтобы его обработать, мы делегируем это другим другим компонентом. Другим компонентом. То есть, Handler Mapping, Handler Adapter, затем View Resolver и так далее. Можно было бы это еще увидеть вот на этой. То есть, приходит HTTP Request в наш диспетчер сервлет, затем в диспетчер сервлет лезет в Mapping, который определяет, какой контроллер должен быть вызван. Потом мы лезем в контроллер, то есть, это те контроллеры, которые мы непосредственно с вами писали. Потом здесь еще у нас, то есть, здесь там подключится у нас модель, как мы видим. И есть еще View Resolver, то есть, какой вид нужно отображать, какой вид нужно отображать. И затем, затем View, 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 View. то есть, вот такой вот путь. Итак, можно еще вот так заглянуть, более широко. Почему более широко? Потому что здесь еще на самом-то деле, поскольку мы используем сервлеты, у сервлетов у нас есть Web Filter. Мы писали Web Filter. То есть, если мы напишем Web Filter, у нас еще добавится вот такой слой Web Filter, прежде чем попасть к нашему непосредственно диспетчерсер-булету, который опять, и здесь все то же самое, то есть, идет делегирование. Какой порядок здесь, это уже не так важно. Здесь нам самое важное понять, что у нас, значит, смотрите, есть тамкат, наш веб-сервер, в котором мы реализуем, вернее, мы не реализуем, поскольку мы используем Spring Boot, Spring Boot нам поднимет некий диспетчер-сервлет. Он хоть и существует, скажем так, в одном экземпляре, но если мы вспомним, когда мы говорили о реактивном стеке и о его минусах, мы также разговаривали о том, как сервилеты работают. Сервилет у нас существует в одном экземпляре, но мы его вызываем, то есть, когда у нас множество запросов идет, мы каждый раз его вызываем в разном трейде, в разном трейде. Так. И из этого диспетчера-сервлет там Spring Boot нам настроит, скажем так, некие зависимости, чтобы тут знало, как пройти вот этот путь, как пройти вот этот вот путь, то есть, как маппингу прийти, как из маппинга, понять, какому контроллеру, там данные подцепятся, потом, как вьюра-золлера, то есть, каким образом подключить, о, вернее, как здесь написано, какой вид нужно использовать на основании полученного имени, окей, и вьюха там еще, то есть, вот такой вот путь, то есть, у нас есть один какой-то общий диспетчер-сервлет, вот если мы сейчас вернемся, вот эта картинка теперь должна более, скажем так, ясно, ясным представлением мы должны понимать, то есть, это у нас диспетчер-сервлет, который делегирует неким компонентам все это дело, вот по такому пути, то есть, один, два, три, четыре, пять, и затем отдается, потом это, все у нас собирается, возвращается в наш обратно в сервлет, и там это отдается в качестве ответа. Если помните, мы писали, когда сервлеты, да, непосредственно, то, мы писали там все в одном месте, то есть, мы брали HTML-код, обрабатывали реквестом, и этот HTML-код мы писали в HTTP response, но мы написали самый простой вариант сервлета, мы должны были еще подумать о том, как сделать авторизацию, как реагировать на ошибки, так, что там еще может быть у нас, как локали решать, то есть, очень множество проблем, и все они решаются в одном месте, поэтому и был придуман такой вот подход, такой паттерн, front-controller pattern, где мы разбили на множество компонентов, то есть, мы действовали согласно тем принципам, о которых мы говорили, о solid принципах, то есть, в частности, контроллер у нас отвечал только за пути, в юхе у нас мы там писали только HTML-код, то есть, мы разграничали вот эти крат-репозитории, у нас, это мы просто описывали, как работать конкретно с базой данных, то есть, мы все это дело расчленили и сделали более комфортной разработку, то есть, даже если из-за того, что здесь происходит постоянная передача, постоянные запросы, идут к другим объектам, и по идее у нас работа замедляется, чем мы выписали все вместе, но из-за того, что у нас все разделено, все четко поделено, программирование становится проще, легче, мы становимся более эффективными, и хотя интересно, насколько мы проигрываем, если бы мы все писали идеально на сервлетах, я даже не знаю, ладно, оставим это в стороне, то есть, вот так у нас все это дело работает, теперь я хотел бы еще показать, вот если мы создали бы классический, сейчас покажу, как я этот проект создал, вам его создавать не обязательно, я просто покажу, как это у меня картина получилась, я просто вот, здесь, смотрите, новый проект, Spring выбрал, MVC, и подключил еще TimeLeaf, непонятно зачем, но вот, подключил и дальше там, Next, и все, в итоге у меня получилась вот такая структура, вот такая структура, то есть у нас здесь нет никакого метода мэйна, есть вот структура, которая похожа, похожа именно на ту структуру Java EE, Java EE, те, кто видел, то Java EE, тот, в принципе, уже знает, так, что я хотел бы здесь показать, что у нас есть, значит, вот сервлет здесь мы регистрировали, привязывали его к какому-то пути, здесь описание какое-то идет, здесь мы бы описывали наши бины, то есть здесь на самом-то деле все гораздо сложнее, все гораздо сложнее, здесь нельзя ошибаться, и вот это у нас все дело собиралось вот мы до этого собирали все в jar, а вот это все дело у нас собиралось бы в варм, и мы бы все это дело так, запускали бы, запускали бы, так, все бы это мы делали, например, на сервере jboss или glassfish или мы можем здесь есть тамкат отдельно , да, или на тамкате, или на тамкате, то есть это все вот отдельный сервер тамкат, то есть мы бы собрали бы жарник и поместили бы на сервере, в смысле мы бы взяли просто вот наш, вернее, не жарник, а наш варник, и просто так, у меня есть, например, вот by flight, так, я уже забыл, где, где здесь, 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 то ли здесь, короче, мы просто взяли бы в нужную папочку, разместили бы наш, вот, вот это сервер, да, папка сервера, мы бы в нужную папку разместили бы наш варник, наш варник, и все это дело бы у нас поднялось, все это дело поднялось, ладно, не являясь я специалистом, просто хотел показать, как все, как все сложно, на самом деле выглядит, когда мы работаем именно с классическим подходом, особенно, когда вы только приходите из Java, Java, SE, то есть, по сути дела, Java Core, да, то есть, когда вы только приходите вот из этого мира и пытаетесь попробовать себя в мире Java EE, на вас обрушивается очень большое количество новых терминов, которые непонятно, как еще, как с ними работать, так помимо вот этих большого количества новых терминов, и приходит не самая тривиальная настройка, и да, если вы, у вас есть опыт с другими, с другими фреймворками, веб-фреймворками, то вот каким образом все это вот, вот этот спринг настраивается, по мне, так это не самая тривиальная задача, вот здесь, например, вы вот так вот указали, у вас уже не сработает, вам нужно помнить обо всех вот этих сервлетах, вам нужен будет контекст, нет, можно сделать это еще с помощью аннотации, безусловно, то есть облегчить себе путь, но в целом это все равно задача не самая радостная, ладно, но в принципе здесь вы бы все то же самое писали, затем вы писали бы контроллеры, точно такие же, которые мы писали бы, просто вам нужно было все это дело грамотно зарегистрировать, ладно, напоследок я бы еще хотел поговорить о, в очередной раз проговорить проблемы, проблемы MVC, MVC-подхода, раз уж мы коснулись вот диспетчера сервлета, то есть нашего фрон-контроллера, да, мы знаем, мы знаем, что наш сервлет у нас существует в единственном экземпляре, и когда приходит множество запросов, он просто выполняется в разных, в разных тредах, но в чем беда этих тредов, вот смотрите, нашел здесь хорошую картинку, которая иллюстрируется, вот вызвали наш сервлет, сервлет тред, вот, да, из него, из него, из этого сервлета, да, мы обычно делаем какие-то запросы в другие, но в другие структуры, то есть мы обращаемся за какими-то дополнительными данными, и в этот момент наш вот этот тред, сервлет тред, он блокируется, он ничего не делает, то есть вот здесь базу данных, в данном случае обращаемся, и здесь же нужно какое-то время, нужно какое-то время, а в этот момент наш, наш тред, он заблокировался, мы ждем, и когда только база данных нам вернет, мы снова можем продолжать работу, то есть вот эта часть кода, вернее, вот эта часть времени, у нас сервлет, вот этот тред, он просто потерял на самом-то деле, если бы мы использовали какой-то другой подход, другой подход, в частности, реактивное программирование, там это дело, все по-другому у нас обстоит, то есть мы не обращаемся вот таким образом, мы безусловно там делегируем запросы, но мы не используем треды, мы там используем event loop, event loop, ладно, не буду об этом говорить, не буду об этом говорить, ладно, предлагаю на этом закончить, в принципе, какое-то представление вы должны получить, оставлю вам ссылки, почитайте документацию, в принципе, даже с небольшим пониманием английского и добавите просто в гугл-переводчик, здесь все достаточно просто читается, все достаточно просто, нет здесь никаких изысков, этого не Диккенс Шекспиром, здесь используется в любой литературе по программированию, используется достаточно простой, примитивный, четко по делу язык, ладно, изучайте Spring, see you next time!